Мы еще немного сейчас будем учить из недельной главы Кореи, Корах. Я дать еще Дима и Фен Пируш. Я знал, что Дима даст небольшую интерпретацию. Пороче, что Корах есть на кольках арбе, машмаут, что хашавте, а не руце, лахзур, аркама, милин. Но в недельной главе это есть очень глубокий смысл. И я хочу, может быть, повториться. И нам следует открыть уши. Есть такое выражение. Что мудрый человек, он научается из ошибок другого. И я желаю каждому из вас, чтобы он был мудрый. Вот я хочу дать три небольших учения из этой главы. Я говорю по-русски. То есть, она говорит на языке, я хочу слушать на языке, но читать на русском. В текст. Итак, первый урок. Не завидуй. Кина. Зависть. Есть 10 дебрей Адонай, что Адон Натан Баар Синай, когда Кибец от Коля Исраэль приехал. Каждый знает, что Господь, он даровал 10 заповедей на горе Синай. Кто-то из вас слышал об этом? Конечно, слышали, вы так же знаете. Знаете, это даже не совсем заповеди. Это провозглашение. Можно провести такую параллель, что это те слова, при помощи которых Господь сотворил небо и землю. Это что-то очень особенное, что-то очень большое. Не просто так делай или так делай. Это самый базис, это самые основания. И вот эти 10 заповедей, или 10 провозглашений, они равны. Даже несмотря на то, что одна может быть говорит по отношению к Богу, а другая по отношению к человеку. Но это самое основное. И вот 10 заповедей, или 10 провозглашение, написано в книге, исход 10 глава, 17 стих. Там написано, не возжелай дом соседа твоего, жену соседа твоего и так далее. Можно на это взглянуть и сказать, что это такое? Это очень просто все. Но даже несмотря на то, что Дух Божий живет в нас, мы можем признаться, сказать, что да, где-то зависть она проникает. Даже не то, чтобы быть, как вот кто-то, кто преуспевает. Но мы смотрим и говорим, почему у него есть, а у меня нет. Иногда ты смотришь на кого-то, он все движет, что-то делает, преуспевает во всем. Ты говоришь, я тоже хочу быть похожим на него. Это именно не зависть. Это нормально. Я даже хочу, наоборот, ободрить вас, чтобы вы могли смотреть вперед, как вы можете подвигать. Зависть это что-то другое. Как ты смотришь, у него есть. Почему у него это? А там есть такое, что у него хамор, что у машки, что у ломет, что у машки, мамаш, и надам харуц. То есть человек не обращает внимание на то, что он пашет этот человек с утра до вечера, что он учится. Ты только видишь что-то физическое, что есть. И вот это вот является грехом. Это самый основной грех, и о нем говорится очень много писаний. И написано, что зависть является гнилью для костей наших. Зависть, он просто ломает человека. Иногда мы думаем, ну что, я всего лишь хочу то, что есть у него, как мне это может мешать. Но из-за того, что это нарушение самое главное, основной заповеди, то потихоньку вот эта вот зависть, она начинает входить в нашу внутренность, и она влияет на нас. Потихоньку. И вот такая картина. Бны Леви. Сыны Леви. Они даже не были там, где-то на пирамиде, где-то шевет Леви. Во всей этой пирамиде из семейства Леви, они даже не были где-то внизу. Они были предводители. И Корее, он был один из них. И вот вдруг, Господь избирает Моша и Аарона. И вот Корее смотрит, он и его друзья, они говорят, почему именно вы? Они не смотрели на то, что они не видели то, что Моша и Аарона, Господь сам их притянул туда. Он его призвал. И не только это. Они пожертвовали своей жизнью, чтобы достичь вот этого уровня. Может, вы думаете, это так было легко прийти перед Фараоном, который как Бог считался в то время? Их жизнь была в опасности. Реально, их жизнь была в опасности. Это не было один или два раза. Но люди вокруг, они этого не видели. Они только видели достижения. Они видели только достижения. Они не видели, что эти двое, они все отдали, что у них было. Тот, который готов отдать все, пожертвовать всем. Вот его Господь станет наверху. И в Новом Завете написано, что он был подобен Господу, но он не держал это все, но отдал все. И отдал жизнь свою, и Господь возвел его. Потому что он это не держал, но пожертвовал этим. Но он поднял его. Но Коррех, Датан, Авиран, Аон, и Бни Рувен, они просто хотели просто поехать на этот трэмп. Но Коррей и все его люди, они хотели подсесть в машину и катиться вместе с Моше и Иерону по Плосклини. Но Господь наказывает их. Я хочу, чтобы здесь мы что-то вылезли. Кина – это опера от хокин и судей. Зависть – это нарушение основной заповеди. И если вы нарушаете, даже если вы верующие хоть десять раз в Мессии, то вы просто будете запутаны в своих проблемах. И я хочу сказать вам, даже сейчас, в это время, когда он говорит, если ваша совесть вдруг сейчас вам напоминает, что у вас где-то есть какая-то зависть по этому поводу или по-другому, то просто откройтесь перед Богом и попросите очищение. Кольых евреэле, Коррак, Датан, Авиран и кольых остальных, они бэо для Мессии и говорят, «Ламо вы говорите, что только вы, кудыши, кулану кудыши». Вся вот это вот сообщество Кореи, они пришли к Моше, они сказали, «Почему только вы считаете себя святы? Мы все святы». Каким-то образом, они не сказали ничего такого противоестественного. Но если вы вспомните, как змей искушал хаву в Эдемском саду, то он когда подошел к хаве, он не обманывал ее, он сказал какие-то частицы правды. Не правду ли сказал Господь? Не так ли сказал Бог? Потому что весь Израиль, все общество, они да были все святы. Почему они были святы? Потому что их избрал Господь, и они все были пред Его лицом. И каждому из них говорил Господь, все израильтяне, которые были, они слышали голос. Поэтому они были святы. Но когда мы смотрим на эту структуру, даже несмотря на то, что все святы, у каждого есть свое предназначение. Возьмите любое место, которое преуспевает. Я сейчас не говорю о духан Шварма, что есть там в лабайтехан. Ты покупаешь как ты покупаешь, как ты получаешь. Это все. Сколько ты продал, сколько ты заработал. Но если есть большая фирма, я не знаю, Микрософт, Интел, не знаю. Интел или Майкрософт. Или Орэндж. Орэндж. Или другая структура. Они могут преуспевать, только если есть структура настоящая. Они могут преуспевать, если у них есть правильная структура. Для каждого из них есть картиз, и они могут только они могут могут зайти в свою фирму. Но не каждый там имеет одинаковый вес. Каждый принадлежит к этой фирме. Но есть директор, есть простые рабочие. Есть каждый. Если нет структура, то это все просто разваливается. А если есть структура, тогда есть продвижение. Жена говорит, почему мой муж говорит мне, что я должна делать? Я буду делать как я хочу. Вы знаете, к чему это все ведет? И вот те семьи, которые не пользуются той структурой, которую Бог заповедовал. Они или разваливаются, или они живут просто ужасной жизнью. Я думаю, каждый из нас знает это. Есть структура, есть свои предпочтения, есть структура, которую Господь послал. И в этой структуре не должна быть показать, но должно быть желание идти вперед. Итак, второй урок. Четвертый стих из книги Исход. О, слыха. Бамидбар, числа. Числа 16-4. Бамидбар, шешесре, посук 16-4. Моисе шамах коль напал ол панав. Не, 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 5. Моисе услышал это и пал на лицо свое. Томар, корах и коль хабре бах и сказали, слушай, почему ты делаешь это? Мы коль мы общаемся. Моисе просто не тезбел. Он просто напал ол панав. Вот Корей приходит со всей своей толпой, которую он собрал. Говорит, почему вы? Мы все святы. Вот Моше когда это слышит, он просто падает на лицо на свое. это.